Все прошло неожиданно, не могло быть гладко, потому что впервые с этим сталкиваемся. Опыта нету, как у Косарева нету, так и у меня нету, по вопросам организационным. Поэтому многие моменты упущены на начальном этапе, нужно было заблаговременно все делать. Но тем не менее, несмотря на это, Федерация справилась с задачей, в принципе сборная, 75% оплачена на поездку. Остальные деньги, три тренера у нас ездят за свой счет, к сожалению. Пока еще думаем над вопросом, компенсировать хоть какие-то расходы за счет Федерации, но пока это в размышлениях. Основная задача была не попасться никому на допинге, не спровоцировать конфликт, чтобы сборная по пауэрлифтингу все-таки приняла участие во всемирных играх, а не получилось бы такого коллапса, как было в 2009 году. Сборная фактически была отстранена от участия, что наложило свой негативный отпечаток на все министерство. Конечно, у нас ребята выступят, мы понимаем, что большинство будет с медалями, но какого качества будут медали, и все ли получится гладко. Вы же сами понимаете, спорт это спорт, сегодня ты на коне, завтра можешь быть под коню. Поэтому аналитики такой нету, данных статистических тоже нету по медалям, чьих медалей больше на всемирных играх. Пауэрлифтинг или это другой вид спорта. Другие виды спорта тоже приносят много медалей. Ну, такие как самбо может, потому что самбо, понимаете, это наш вид спорта, и оно лидирующее. Потом акробатика там тоже. Так как анализируя выступления сборных по всем видам спорта, да, за исключением там каких-то землях, везде на чемпионатах мира наши команды России имеют высокий результат, поэтому в любых соревнованиях принимая участие, русские всегда на пьедестале, как правило. На сегодняшний день всемирные игры не дают никакого результата вообще. Вот они, молодые спортсмены, планируют стать заслуженными мастерами, но, к сожалению, всемирные игры не войдут в их копилку достижения, потому что это просто пока игры. Ноль очков и ничего не дает совершенно. Не на местах нигде, только в Министерстве спорта для отчета. И все, больше ничего. Хотя была встреча на министерском уровне, и нам объявили, что вполне возможно будет решать вопрос о внесении в новое положение по присвоению, правку, где будет ссылка на всемирные игры, что за всемирные игры тоже будут начисляться баллы. С тех пор, как в 2011 году начало присвоение, тронулся лед, в 2010 году начало тронулся лед, присвоение идет в стандартном режиме. То есть поступают документы, их рассматривают и присваивают. Те, кто подходят по положению, отказов не бывает. Скажу так, что спада не наметилась по отношению к другим годам. 2012 год завалил за 300 представлений на мастеров спорта, мастеров международного класса. Естественно, министерство к этому не относится положительно, потому что они не делают оценку такого характера, сколько занимается людей и сколько присваивается по отношению. Потому что нельзя же в легкой атлетике, если там всего 10 человек занимается, и у них не может быть 100 мастеров спорта. Само собой понятно. Хотя, в общем-то, надо полагать, понимать, что в некоторых видах спорта тяжелее выполнить, чем у нас. Ну и у нас тоже нелегкий норматив. Поэтому ситуация такая. Присвоение идет своим ходом, никаких проблем нет. Если все соответствует, то присваивается. По факту увеличилось количество представлений, присвоенных мастеров. Поэтому мы были на комиссии по аккредитации с Сергеем Митрофановичем. Нам там четко сразу начали с этого. У вас слишком много мастеров спорта присваиваться. На что мы ответили, что нельзя сравнить нас и штанга. У них три коллеги занимаются, и у нас там 10 человек. На каждого их три. Поэтому соотношения разные. С этого года все это прекращается. Даже если решение будет принято президиумом, это не пройдет на уровне министерства. Потому что в этом году с представлениями присылают на мастера спорта уже возникли вопросы. И отдел по присвоению задал вопрос. Как так? Что за соревнования? Либо это чемпионат, либо это первенство. Не может быть совмещено. Пока они закрыли на это глаза, условно говоря, сказали, что мы посмотрим, как вы будете сходить с ума дальше. Сложно прокомментировать, как, вроде опытный человек, как могла допуститься вот такая ситуация, сложно сказать. Я не верю, что человек не знает мне это. То есть все, кто выявляется по прошествию сдачи допинг-контроль, лаборатория, и потом вдруг выясняется, что человек что-то применял. Я сам тренер, и не рассказывайте сказки, что вы не знали, что там что-то могло быть. Потому что ты начинаешь неожиданно поднимать больше, у тебя масса растет. Вот он был худенький на фотографиях, у меня есть кадры, где у него лицо еще в два раза уже, а теперь он большое. Ну, понятное дело, что он тренируется. Обычная, стандартная ситуация. Два года дисквалификации. Предусмотрены федерации пауэрлифтинга наказания, и все. Если выступим на всемирных играх, покажем, принесем копилку общекомандного зачета, какие-то медали, скажем, золотого достоинства, то, естественно, министерство может уже немножко другую политику по отношению к нам повести. А так, если денег не будет, сборов не будет, это однозначно. У нас остро стоит вопрос сейчас основной. Сборный состав номер один не получает стипендию, что очень забавно само по себе.